Этот блик на стекле, который мы сейчас укладываем, он будет являться самым светлым местом на стекле, но в любом случае мы подмешиваем немножечко кадмия лимонного, возможно по усмотрению чуть-чуть где-то капельку ультрамарина, то есть самое светлое место, но оно не белое. И дальше мы набираем другие пятна, также отраженный свет, но уже насыщенность и светлота будет гораздо ниже. Единственное место, которое немного будет конкурировать с основным бликом, это рефлекс. Хотя часто, когда вы смотрите вживую на стеклянный какой-то сосуд, либо вазу, то часто складывается впечатление, что рефлекс даже ярче, чем блик. Но нам нужно в голове держать, что рефлекс, он все равно ниже по своей интенсивности, чем блик, но имеет большую площадь, поскольку свет отражается от дна стеклянной емкости и рассеивается. Также следует всегда помнить о том, что фон имеет ключевое значение, и мы не можем выкрасить стеклянный предмет, сосуд в такой цвет, который нам нравится. Например, какие-то зеленые сильно оттенки добавлять или сильно фиолетовые. Этого не следует делать, поскольку стоит помнить, что да, стекло имеет свою толщину и определенные конфигурации, конструкции, но все же стекло, оно прозрачное изначально. Самое темное место в этом этюде будет именно стык основания самой вазочки к этой поверхности, на котором она стоит. Всегда существует соблазн большой, когда вы пишете стекло, это нанести очень много бликов, огромное количество, поскольку стекло отражает и пропускает много света, и кажется, что стеклянный предмет весь пестрит, и сплошные яркие везде пятнышки. Но на самом деле нужно себя все время сдерживать и ставить акцентные блики, как мы говорили выше, обязательно там, где нужно. То есть лишние светлые пятна, они неуместны. Если подытожить, то самое светлое место это будет блик, отраженный свет будет уже иметь меньшую насыщенность тональную, рефлекс также будет уступать по насыщенности блику, и стоит помнить, что мы пишем стекло. То есть в любом случае должна оставаться определенная прозрачность. Можно было довести до лучших кондиций, естественно, но показал просто принцип. Всего доброго, до новых встреч!